МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Дарья Козина. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Вытянуть из долговой ямы судьбу МУДЭП обсудили депутаты. От сердца к сердцу благотворительный фестиваль провели студенты Сарфаты и Нияумифи. Викторины, игры, сладкая вата и милые котики. В парке Зернова прошел фестиваль Мурфест. Далее расскажем обо всем подробно. Вытянуть из долговой ямы около четверти миллиардов рублей понадобится потратить из городского бюджета, чтобы МУДЭП оставалось на плаву. Предприятие планирует перевести в статус муниципального бюджетного учреждения, чтобы избежать его банкротства и сохранить работу над благоустройством города. Целесообразность таких изменений депутаты обсудили на очередном заседании Думского комитета. Около четверти миллиарда рублей. Нынешний долг МУДЭП стал камнем преткновения для перевода предприятия в статус муниципального бюджетного учреждения. На грани банкротства оно находится уже долгое время, при этом выполняя дорожные и иные работы по благоустройству города. Оценив все риски, администрация все же предложила поменять форму собственности. Предприятие для города является стратегически важным. Обеспечивает выполнение контрактов по содержанию дорог, объектов внешнего благоустройства, гидротехнических сооружений, выполняет мероприятия по плану гражданской обороны. При этом все долги ДЭПа после приватизации лягут на городской бюджет, что возмутило большинство депутатов. На реализацию многих проектов приходится долго искать деньги, чем-то придется жертвовать, чтобы исправить чужие ошибки. Там где-то еще какая-то информация искрена. Как будто нет. Понимаешь, структура долга, например, да? На основании каких-то договоров. Нет, договора сами, понимаешь? Платежные поручения, кому, чего и сколько. Предприятие попало в какую-то ситуацию, когда у него долго на четверть миллиарда, которые нужно покрыть из бюджета, но никто за это почему-то не отвечает. Председатель КУМИ отметила, что смена статуса ДЭПа – единственный оптимальный вариант. Банально без предприятия город просто некому будет убирать зимой. Сторонние подрядчики в наш город идут неохотно, а создавать новое учреждение будет накладно. Да и столько сотрудников не наберется. Окончательное решение депутаты вынесли на заседание городской думы, которое состоится в этот четверг. С 6 по 8 сентября прошли дополнительные выборы депутатов по округам номер 14 и 24. С итогами выступил председатель территориальной избирательной комиссии Виталий Квасов. Постановили признать дополнительные выборы депутатов городской думы города Сорова седьмого созыва по округам 14 и 24 состоявшимся. Результаты выборов действительными. Установили, что по 14 округу прошел Плаксин, по 24 – Кугукин. При этом Сергей Кугукин отметил некоторые недочеты, такие как отсутствие отдельного сейфа для подсчитанных бюллетеней на участке. На ближайшем заседании думы будут рассматривать решение о признании полномочий избранных депутатов. После этого народные избранники смогут приступить к работе на округах. Благотворительный фестиваль «От сердца к сердцу» провели студенты САРФТИ и НИЯУ МИФИ в парке имени Зернова. Для гостей подготовили физическое и химическое шоу, интеллектуальные викторины и мастер-классы. В рамках фестиваля жители города могли перевести средства в благотворительный фонд «Арифметика добра». Изначально благотворительный фестиваль «От сердца к сердцу» был небольшим мероприятием. Суденческое сообщество МИФИ организовало в Москве ярмарку, на которой продавали изделия ручной работы и домашнюю выпечку, а вырученные средства переводили на благотворительность. Постепенно к инициативе студентов присоединилось множество других неравнодушных людей. И так родился большой фестиваль, который призван обратить внимание людей на социальные проблемы, а также разрушить предубеждения о благотворительности. Студенты уже много лет сотрудничают с фондом «Арифметика добра». Он уже 10 лет помогает решать проблему сиротства в России. Основной их фокус направлен на сирот-подростков, так как в России сейчас 60 тысяч сирот, 70% из которых – это именно дети старше 11 лет. Среди детей-подростков самый высокий уровень отказов от них, то есть их возвращают обратно из приемных семей. Также они нуждаются как раз в авторитетном взрослом, в их судьбе. И фонд «Арифметика добра» помогает решать именно проблему отсутствия авторитетного взрослого, участливого в судьбе этих детей. Для неуми-фи благотворительный фестиваль стал неизменной традицией и прошел в 13-й раз. В этом году мероприятие состоялось и в других городах России. В их числе оказался и Саров. Ребята из Сарфаты с энтузиазмом подхватили инициативу. Поэтому благотворительный фестиваль в парке имени Зернова состоялся благодаря коллаборации саровских и московских студентов. В Сарове праздник прошел впервые. Для нас это совершенно новый опыт. Насколько мы знаем, НИЯУ-МИФИ проводит этот фестиваль уже в 13-й раз. Мы очень рады, что нам удалось присоединиться в 13-й раз и провести на нашей площадке. Мы долго готовились, долго собирались, собирали большое количество людей, как можно заметить, для того, чтобы провести. И я считаю, что нам очень удалось, мы все очень рады. И люди тянутся, и мы надеемся, что в будущем мы сможем провести что-то свое. И также замотивировать других людей прийти и присоединиться к нам. Творчество в помощь детям, без цены ценников. Такой девиз у фестиваля «От сердца к сердцу». В парке развернулись различные локации, на которых студенты показывали физические и химические опыты. Проводили мастер-классы по бисероплетению, лепке из пластилина, созданию фигурок и шариков, выжиганию по дереву и многое другое. Также ребятишкам делали аквагрим. Здесь же можно было перевести любую сумму в благотворительный фонд «Арифметика добра», перейдя по QR-коду, который размещался на каждой станции. В этом году эстафету фестиваля примут еще два города – Волгодонск и Обнинск. Завершились дополнительные выборы в городскую думу. Горожане выбрали депутатов на 14 и 24 округах. На 14 округе победу одержал Иван Плаксин с результатом 485 голосов. На 24 – Сергей Кугукин. Его поддержали 487 горожан. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Представитель Министерства ЖКХ и энергетики Нижегородской области Ольга Салова посетила Саров с рабочим визитом. Вместе с заместителем главы администрации Леонидом Бородулиным и руководителем ДГХ Людмилой Шлипугиной она проинспектировала работы по благоустройству зоны отдыха на пруду Боровом и работы по благоустройству дворовых территорий. На данный момент на всех объектах ведутся работы. На Боровом рабочие заняты укладкой брусчатки и устройством освещения. Все необходимые для строительства материалы уже закуплены. Работы будут завершены до конца сезона. Также гостья осмотрела территорию левого берега реки Сатис, где представители администрации рассказали о проекте благоустройства, недавно получившего грант в рамках Всероссийского конкурса проектов формирования комфортной городской среды. Аномальная жара ожидается в Нижегородской области до 15 сентября. Поэтому в регионе сохраняется высокая. Четвертый, а местами пятый класс – пожароопасность лесов и торфянников. При наступлении 4-5 классов пожарной опасности посещение лесов запрещено. Также нельзя жечь сухую траву и мусор, разводить костры, использовать сооружения для приготовления пищи на углях, на землях, лесного фонда и прилегающих территориях. Минсельхоз напоминает, что соблюдение правил пожарной безопасности поможет сократить количество лесных пожаров, возникших по вине человека. Для удобства граждан на сайте Минсельхоза ежедневно обновляется карта пожарной опасности, на которой отмечены районы, где посещение лесов запрещено. При обнаружении возгорания необходимо сообщить на прямую линию лесной охраны 8 800 100 94 00 и в региональную диспетчерскую службу 8 831 430 01 23 Викторийные игры «Сладкая вата» и «Милые котики» На танцевальной площадке парка имени Зернова уже в третий раз прошел фестиваль «Мурфест». Посетители могли познакомиться с пушистыми обитателями приюта для котов «Мурдом» и забрать их домой. О том, чем еще удивил фестиваль, в репортаже нашей съемочной группы. Милые и пушистые друзья человека в очередной раз порадовали детей и их родителей. На танцевальной площадке парка имени Зернова прошел фестиваль «Мурфест». Его организовал приют для котов «Мурдом». Наш фестиваль проходит уже в третий раз, и в третий раз мы собираем здесь всех горожан, и маленьких, и взрослых, для того, чтобы рассказать им о приюте, о тех котиках, которые у нас живут. То есть мы развесили фотографии, мы привезли наших пушистых жителей, и поэтому каждый имеет возможность с ним познакомиться, и, может быть, кто-то захочет забрать их домой. Впрочем, сразу забрать котика нельзя. Необходимо заполнить нужные документы. Поэтому обзавестись пушистым спутником можно только на следующий день. Основная аудитория «Мурфесты» – дети. Поэтому программа фестиваля была направлена в первую очередь на привлечение именно юных сыровчан. Аниматор проводил конкурсы и викторины. Каждый ребенок мог почувствовать себя творцом, художником и даже архитектором на креативных мастер-классах. Угощение, сладкая вата, напитки и, конечно же, аквагрим. Ведь нельзя же уйти с «Мурфесты» без кошачьего образа. Организаторы рассчитывают, что подобная работа с подрастающим поколением поможет воспитать в детях любовь к братьям нашим меньшим. Возможно, уже в ближайшем будущем кто-то из ребят, заранее заручившись согласием родителей, придет в приют, чтобы выбрать себе котика. Программа для взрослых была более образовательной. На фестиваль пригласили гостей из студии по уходу за животными, а также ветеринарного врача. То есть любой желающий может к ним подойти и задать вопрос об уходе за животным правильным и также задать какие-либо вопросы, касающиеся вакцинации, обработок, стерилизации. Если кто-то думает, что «Мурфест» – это царство котиков, то это не совсем так. Оно «Подари жизнь», к которой относится приют «Мурдом», выиграло грант на бесплатную стерилизацию собак. И на фестиваль пригласили кинологическое объединение «Акбар». Оно представило свой проект «Школа ответственного владельца». На этих уроках будут рассказывать, как правильно содержать животное в городе. Но не только содержание, плюс будут на занятия приглашены ветеринары, будут грумеры. Хотя жалко, что занятий будет немного, но я считаю, что на них надо побывать. То есть вы за этот проект все-таки получите очень много информации. Проект рассчитан как на собак, так и на кошек. Кроме того, волонтеры объединения шьют игрушки. Все вырученные деньги будут переданы приюту. Очередной фестиваль «Мурфест» прошел в атмосфере доброты и любви к животным. Возможно, именно сегодня кто-то из котиков нашел себя любящего хозяина. Выбираю спорт. В минувшую пятницу на Икаре прошел день открытых дверей. В этот день гости смогли понаблюдать за тем, как проходят занятия различных отделений, познакомиться с тренерами и выбрать для себя подходящее направление. На открытые тренировки заглянула и наша съемочная группа. Прыжки на батуте, плавание, художественная гимнастика, бокс, легкая атлетика. Перечислять направления спортивной школы Икар можно долго, но определиться с отделением, родителям и детям заочно довольно сложно. Каждую осень в учреждении проходит день открытых дверей, где гости могут заглянуть на тренировки, увидеть показательные выступления, познакомиться с педагогами. Николай Игоревич Бодрухин на занятиях доказывает, что баскетбол – подходящий вид спорта для социализации и физического развития. Баскетбол, в первую очередь, это работа в команде, в коллективе. То есть не все зависит от тебя. Даже если ты очень хороший игрок, ты должен взаимодействовать с партнерами, ты должен с ними взаимодействовать не только на площадке, то есть и вне ее. Любая интеллектуальная деятельность неотъемлема от физических каких-то упражнений, в первую очередь потому, что это дает здоровье, то есть здоровый образ жизни, который также позволяет максимально эффективно работать мозгами. То есть он может не стать у нас на секции с профессиональным спортсменом, но он точно сохранит здоровье, и ему это поможет в той же самой учебе. В этом году на баскетбол набирают детей 2016-2017 годов рождения. Занятия будут проходить на базе общеобразовательных школ для удобства учеников и родителей. Тренеры убеждены, в спортивной школе любому ребенку можно найти направление по душе. Менее подвижный, но не менее напряженный спорт – пулевая стрельба. На этом отделении идет набор воспитанников от 9-10 лет. Занятия будут проходить в подвальном помещении школа номер 14. Спортсмены стоят, как вы видите, не движутся, что для детей очень трудно, для подростков. Вообще стрельба, она тренирует дисциплинированность, усидчивость, целеустремленность. Основная борьба идет, конечно, внутри спортсмена. То есть если так вот посмотреть, вроде стоит, куда-то там прицеливается, мишень далеко, не видно, куда попадает, но на самом деле внутри у него происходят очень большие переживания, волнения. И вот мы учим с этим справляться. В этот день гости Икара смогли познакомиться со спортивной базой, поучаствовать в мастер-классах. Основные приемы и преимущества своего вида спорта показали борцы. Тренер по рукопашному бою самбо Валерий Викторович Трубин заверил, здесь ребенок сможет раскрыть свой потенциал. На борьбу приглашают детей от 6 лет. В начале самбо мы преподаем приемы, самбо учим, страховочки, вся акробатика, вот, игровые у нас виды спорта тоже все, ну, игровые, если это, состязания все. Если кто борется хорошо, мы его оставляем на борьбе, кто вообще, а в основном идем на рукопашный бой. Я всегда говорю, приходите все на борьбу, потому что у нас очень обширно, мы занимаемся не только игровыми видами, игровые, потом акробатические все, гимнастические все. У нас, как бы, общее развитие происходит. На Икаре представлено 11 видов спорта. На каждом из направлений будут рады видеть новых воспитанников. Главное – неподдельный интерес, упорство и желание побеждать. Дополнительную информацию об отделениях, подробности зачисления и обучения можно посмотреть на официальном сайте ikardiefissarov.ru. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Дарья Козина. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!